Вакцинация на Гомельщине будет продолжаться до конца следующего месяца. В этом году она будет проводиться тремя вакцинами российского, французского и нидерландского производства. Медики убеждены, именно благодаря вакцинации в последние годы в регионе регистрируются низкие уровни заболеваемости. Используются вакцины производства России, Гриппол. Эти вакцины будут использованы для иммунизации детей, школьников, медицинских работников, контингентов риска. Для платной иммунизации будут доступны вакцины Инфлювак, Макси Грипп, а также Гриппол Плюс, тоже производства России. Как ожидается, часть населения будет привита за счет республиканского бюджета, часть местного. Кроме того, вакцину для своих работников будут приобретать предприятия. Согласно последним данным, только в Гомеле заявки подали более 500 предприятий. Безусловный лидер – акционерное общество «Гомельстекло», где решили привить свыше 90% работающих. 40% работников получат бесплатную вакцину на фабрике «Спартак». Эта цифра, кстати, контрольная. При таком уровне вакцинации можно избежать эпидемии и, как следствие, значительных финансовых потерь из-за временной нетрудоспособности работников. Как только поступит на склады, предприятие выкупит и объявит рабочим, которые могут приходить и проходить вакцинацию. Некоторые уже спрашивают, когда. То есть, осталось считанные дни, когда вакцина поступит на предприятие и медпункт начнет вакцинацию. Кстати, вакцины российского производства стоят около 10 рублей за упаковку. Нидерландская и французская – более дорогие. По словам медиков, если сделать прививку до конца ноября, это позволит получить иммунитет во время пика заболеваемости. Если судить по последнему эпидемическому сезону, риск получить диагноз «острое респираторное заболевание или грипп» у непривитых людей выше в 7 раз. По прогнозу Центра по контролю за гриппом республиканского, подъем заболеваемости ожидается в обычное время, на конец января, начало февраля. На сегодняшний день уже начата иммунизация, получены вакцины, как за счет бюджетных средств, так же и за счет средств предприятия. На сегодняшний день в области уже привито порядка 40 тысяч человек. В общей сложности планируется привить порядка 560 тысяч. Олег Сентюров, Марина Ржала, Игорь Морищенко. Новости недели.